Мы в горах, но кто расскажет вам, что чат GPT взломали, а YouTube запускает свой даббинг-сервис и много чего нового. Не люблю долго тянуть, тот, кто владеет информацией, владеет миром. Поехали! Более 100 тысяч учетных записей чат GPT были взломаны и найдены на Даркнете. В основном это аккаунты Америки, Пакистана, Франции, Индонезии. Но самая большая концентрация наблюдалась как раз именно в азиатском полушарии, так скажем. Но, как говорит OpenAI, утечка произошла не у них, не их взломали, а именно пользователи установили к себе на компьютеры именно тот вирус, который позволил взломоумышленникам взломать их аккаунты. Чаще всего использовалась вредоносная ПО Рейка, но также наблюдались такие программы, как Vidar или Redline. Стоит понимать, что утечка данных не только дает доступ к личной информации, но и ко всем перепискам внутри нее, где были бизнес-стратегии, планы, проекты, ну и личные дневники. В свою очередь, хочу сказать, сколько раз я повторяла, еще раз повторю. Сейчас создается очень много программ, которые как бы тоже берут API, чаты GPT, и возможно, они нормальны, а возможно и нет. Поэтому я все равно бы советовала пользоваться оригинальным OpenAI. Заходим в чат GPT и пользуемся. Да, мы знаем, что Telegram-боты, возможно, удобней, там не нужно карты, SIM-карты, тратить время на регистрацию, но зато вы знаете, что это официальный сайт. Так, ну давайте теперь о чем-то хорошем. Вторая новость. Потрясающая новость. А именно, YouTube объявил автоматическом даббинге видеоконтента. Что это означает? Это означает, что вот мое видео, я сейчас говорю, и у YouTube уже есть субтитры. Люди с других стран могут включить английский субтитры и смотреть мое видео. Но согласитесь, субтитры это не всегда удобно. И поэтому такие как люди, как я, мистеры бисты, используют людей, нанимают людей, платят людям, чтобы те переводили, озвучивали, чтобы только этот контент выходил на международный рынок. Но теперь YouTube это включает автоматически. То есть я смогу, как креатор, зайти на свое видео, выбрать английский язык, и YouTube автоматически переведет меня на английский язык. Я буду говорить на английском языке. Мне там стоит подкорректировать, как с субтитрами, и все. Ух, это просто потрясающая новость. Если вы когда-нибудь задумывались о YouTube-канале на другие языки, пожалуйста, вот она, эта возможность. Следующее тоже прикольное решение от Google. Google решил сделать онлайн-примерки одежды с помощью ИИ. Как это? Google предоставит две новые функции для тех, у кого нет времени ходить по магазинам, или он недоволен всеми доставками одежды, которые он заказал с интернета, потому что оно не подходит, на модель она смотрелась красиво, а на тебе нет. Виртуальная примерка одежды. Что это означает? Она будет использовать генеративный ИИ и примерять твою кофточку на абсолютно разные тела, моделей, с разными там складочками, нескладочками, цветами кожи, возрастом, так далее. То есть полностью все параметры. Вначале ты сможешь выбрать вот такой вот свой тип фигуры и посмотреть, как оно будет смотреться именно на тебе. Вторая функция поможет пользователям более точно настроить поиск товаров, используя такие параметры, как цвет, стиль и узор. Эта функция будет использовать машинное обучение и алгоритмы визуального сопоставления для предложения товаров из магазинов по всей сети. Единственное, что пока эта функция будет доступна только для американцев. И пока там всего лишь несколько выборов брендов, такие как Anthropology, Everlane, H&M и Loft. Но я думаю, что если там тестировка пройдет хорошо, скоро это распространится и по всему миру. Следующее. Пока люди используют чат GPT у себя на компьютерах, Mercedes решила обогнать всех конкурентов и внедрить чат GPT первой в свои автомобили. Mercedes интегрирует чат GPT в свою систему MBUX. К сожалению, эта функция пока будет доступна, опять же, только американцам 16 июля. И все обладатели Mercedes, у кого есть система MBUX, примут участие в бета-тесте. Конечно, такую новость не совсем хорошо восприняли люди и говорили, что это может мешать водить автомобили, как бы автомобиль просто для ведения, зачем там вообще чат GPT, но мне кажется, они просто не знали о пробках в наших странах, да? И когда в пробке, ты можешь легко теперь выучить язык какой-нибудь, сказать чат GPT, скажи мне 10 новых слов на английском. Опа! Или чат GPT, перескажи мне ту или иную книжку. В общем, по-моему, они просто не задумывались, как это круто. Ну, конечно же, если возникает вопрос о личных данных, так вот, Mercedes заявил, что эти личные данные он будет анонимизировать и анализировать, чтобы улучшать этого голосового помощника. Я тоже, кстати, написала Mercedes на e-mail, чтобы протестить эту функцию, так что если мне ответят, я протещу и покажу вам. Четвертое. Скоро можно будет найти все свои файлы со всех всевозможных, там, соцсетей, там, папок, разных хранилищ по одному запросу. И особенно эта новость понравится тем, у кого уже хранятся данные в Dropbox. Dropbox внедряет AI. И теперь можно будет не только найти нужный тебе файл, видео, фото по одному легко запросу, но также ты сможешь общаться с этим файлом. К примеру, написать, когда этот документ expired, либо суммируй этот документ для меня. Но что более потрясает, так то, что Dropbox можно будет подключать к своим Asani, Notion, GitHub, Spotify, Figma, со всеми популярными сервисами. И теперь по одному запросу ты сможешь найти файлы не только, которые хранятся в Dropbox, а и на всех остальных соцсетях. Правда, тут, конечно же, возникает вопрос о конфиденциальности данных. Так-то ты, получается, даешь доступ ко всем своим соцсетям. Конечно же, Dropbox сказали, что это будет анонимизироваться, что данные никому не будут отправляться, но все мы с вами знаем, данные в наше время это самое дорогое, что только есть, за что борются огромнейшие корпорации. Поэтому посмотрим, что оно будет и как пройдет тест и фидбэки от пользователей. Но, опять же, не все волнуются за личную информацию. Если ты обычный пользователь, не звезда, не известная личность, то, в принципе, все твои данные так уже хранятся у всех этих больших корпораций. Следующая новость, думаю, порадует всех, кто хочет внедрить OpenAI, либо APEC своим предложением, но до этого было дорого. OpenAI снижает цены. Цена на оригинальный GPT-3.5 Turbo снижается на 25%, а цена на Text Embedded ADO 002, одну из самых популярных моделей встраивания текста OpenAI, снижается на 75%. Помимо этого, OpenAI представит GPT-3.5 Turbo со значительно расширенным контекстовым окном, который относится к тексту. Соответственно, это позволит ей поддерживать контекст более длинных разговоров. Еще одна новость, которая, не знаю, не уверена, нравится она мне или нет, судите сами. Многие звезды сейчас себя будут снимать все вот эти данные и превращать себя в персонажей, то есть 3D-шных, полностью готовых, и давать права на использование разных коммерческих purposes. В общем, все идет в цифровой мир. Кстати, напоследок ввожу новую рубрику. В конце таких новостных роликов буду говорить топовую нейронку недели. Так вот, топовой нейронкой этой недели стала Allvi 2.0. Новое приложение, которое анализирует фидебэки ваших пользователей, клиентов в 10 раз быстрее с помощью АИ. Как это будет работать? То есть, ты подключаешь ее к своему твиттеру. В твиттере постоянно идут фидбэки на твой продукт, если он есть. Либо к твоему сервису, к чему угодно. Нравится, не нравится, что-то не работает, там не работает. И сколько времени обычно уходит на анализ всей вот этой базы. Так вот, теперь Allvi это будет делать для тебя нейронка. Все это структурировать по папочкам, что касается технических вопросов, что касается там разговорных и так далее. Это было все на сегодня. Пока. Давайте я вам покажу горы. И вот такой вот вид раскрывается здесь, в Китае. Всем классной недели! И помните, если вы переживаете, едьте в горы. Пока!